Продолжение следует... 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 По региональной и международной повестке дня у нас совпадающие позиции. Мы за то, чтобы неукоснительно соблюдались принципы международного права, укреплялась центральная координирующая роль Организации Объединенных Наций, чтобы споры и конфликты урегулировались мирными политико-дипломатическими средствами. И также у нас абсолютно совпадающая позиция необходимости существенного усиления международных усилий, укрепления координации в борьбе с терроризмом и экстремизмом, который сейчас поднимает голову на Ближнем Востоке и на севере Африки. Именно под углом зрения приоритетности борьбы с терроризмом мы рассмотрели происходящее в регионе, включая события в Сирии, в Ираке, в других государствах, в Ливии в частности, в ситуацию в Магрибе и в Сахаро-Сахельском регионе. Мы убеждены при этом, что при всей приоритетности задач борьбы с терроризмом нельзя использовать это как предлог для того, чтобы отодвинуть на задний план задачу скорейшего урегулирования арабо-израильского конфликта, прежде всего через активизацию Палестино-израильских переговоров, которые пока зашли в тупик. Итак, Россия подтвердила свою позицию по западно-сахарскому регулированию, эта позиция встречает уважение со стороны наших марокканских коллег, и мы будем и дальше продолжать отстаивать безальтернативность продолжения поисков политического решения в русле выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности, и, конечно, решение должно быть приемлемым для сторон конфликта. Господин министр любезно пригласил меня посетить Марокко. Я с удовольствием это сделаю. Сроки мы согласуем по дипломатическим каналам. Спасибо. Спасибо, господин министр, дамы и господа. Добрый день. Я приехал в Россию с личным посланием Его Величества Короля, Его Превосходительства Президента Владимиру Путину. Поэтому мне не нужно подчеркивать лишний раз или лишний раз упоминать, какие прекрасные отношения объединяют наших глав государств и наши страны. Отношения между Марокко и Россией – это отношения, которым уже больше ста лет, и эти отношения всегда были отмечены дружбой, взаимоуважением и постоянной поддержкой друг друга. Его Величество посетило Россию в 2002 году. Его Превосходительство Владимир Путин принимал его. И по этому случаю было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, в котором уже были заложены амбициозные задачи, поставленные двумя главами государства для того, чтобы отношения между нашими двумя странами изменили ритм, изменили скорость. Его Величество король должен был осуществить рабочий визит в Россию 11 июня. Этот визит был отложен по одной простой причине, поскольку Его Величество очень хочет, чтобы по случаю этого визита были поставлены новые задачи углубленного стратегического партнерства, разнообразного партнерства, которое стало бы выходом на новую ступень в наших отношениях. Эти элементы, которые должны были обеспечить этот визит, были недостаточно подготовлены, поэтому Его Величество выразило пожелание отложить этот визит и установить сроки, о которых бы договорились обе стороны. Мы бы хотели, чтобы он прошел в октябре. У нас есть конкретные проекты, конкретные задачи для того, чтобы в этих новых рамках сотрудничества и партнерства была проявлена общая воля укрепления наших отношений в области безопасности, в области военных соглашений, также в области экономики и инвестиций, также стратегического партнерства между нашими странами, в том, что касается ситуации на африканском континенте, где необходима динамика и развитие. И в отличие от возможных интерпретаций, Его Величество не попросило отложить этот визит в зависимости от ситуации или под давлением, вовсе нет. Его Величество, король Марок, независимый правитель, он питает искреннюю дружбу и искреннее уважение к его превосходительству Владимиру Путину. И мы считаем, что Россия несет на себе ответственность за сегодняшний мир. Россия является крайне важным участником мирового равновесия. В ее задачи входит обеспечение мира и безопасности, входит также избежание усложнений и рисков, с которыми сейчас сталкивается весь мир, в частности рисков терроризма или дестабилизации обстановки. Поэтому мы вместе сегодня утром обменялись мнениями, естественно, о наших отношениях. В сентябре предполагается организовать заседание смешанной комиссии. Я выразил пожелание, чтобы господин министр приехал в Марокко перед визитом Его Величества короля в Россию, для того, чтобы мы могли конкретизировать и подготовить конкретное наполнение визита Его Величества. Я хотел бы также подчеркнуть, что Его Величество выразил пожелание поговорить по телефону с президентом Путиным, для того, чтобы вновь подтвердить то, о чем я сегодня говорил. Это также подтверждается в послании, адресованном Его Превосходительству президенту. Комиссия высокого уровня скорости приедет в Россию для того, чтобы начать готовить соглашения, которые будут подписаны по случаю визита Его Величества в Россию. Мы также обменились мнениями по вопросам общего интереса и общей озабоченности. Речь идет об Ираке, Сирии, Ливии, о рисках, существующих для Сахельского региона и для некоторых других африканских стран. И здесь есть совпадение точек зрения и анализа. Здесь мы также подтвердили, что и Марокко, и Россия могут сыграть свою роль в стабилизации обстановки, в развитии духа диалога, толерантности и умеренности. Для того, чтобы риски и явления, с которыми мы сталкиваемся сегодня, были бы, чтобы все эти проблемы правильно решались. Я хотел бы поблагодарить его превосходительство господина министра, а также наших сотрудников, которые работали, готовились к нашу встречу, следили за тем, чтобы эти встречи всегда были полезными, и чтобы каждый раз отмечались какие-либо успехи в наших отношениях, которые следили за тем, чтобы наши позиции всегда были скоординированы в рамках международных организаций. Спасибо. Переходим к вопросу. И, пожалуйста, Макри, Параб Пресс. Здравствуйте, господа. Вопрос оба министров. Последний раз отношения между Марокко и Россией развивались в многих направлениях, экономических и политических. Каковы, на вашем взгляде, перспективы двухсторонних отношений между Марокко и Россией? Спасибо. Как я уже подчеркивал, отношения между двумя нашими странами – это отношения, которым мы уделяем большое значение. В том, что касается коммерческих отношений, мы достигли существенного прогресса. Но, как я уже выразил сегодня свое мнение министру Лаврову, мы остаемся в рамках торговых отношений, которые бы я назвал отношениями 20 века. Наш товарообмен сосредоточен как с одной стороны, так и с другой, и в основном на сырьевых продуктах. При этом, с учетом развития динамики наших экономик, с учетом того объективного развития, которое наш технический и технологический потенциал претерпел в последнее время наших экономических способностей, также мы должны сделать существенный шаг вперед и перенести наши экономические отношения на русло 21 века, над рельсой 21 века и со всех сторон. Нужно вписываться в динамику новых отношений. Нельзя обойти стороной вопрос инвестиций. Это фундаментальное отношение для того, чтобы укреплять структуру, укреплять сами экономические отношения между двумя странами. Возможности наших регионов настолько существенны. и те сами рамки, в которых мы работаем для того, чтобы подготовить рабочий визит его величества короля. Марокко содержит конкретные предложения со стороны марокканского государства, которые могли бы нам изменить экономическое и стратегическое видение партнерства между двумя нашими странами. Итак, экономическое сотрудничество, стратегическое и экономическое партнерство между нашими странами должны перейти на другой уровень измерения. Это необходимо для того, чтобы мы действительно придали нашим отношениям новый импульс, чтобы качественные отношения наши отношения действительно укреплялись бы и развивались в дальнейшем. Сами рамки политического диалога также требуют существенного улучшения для того, чтобы они отражали ту поддержку, которую мы испытываем партнерство между нашими странами. И это касается и вопросов безопасности, военно-технического сотрудничества, инфраструктурных взаимодействий, а также вопросов обмена технологиями, и вопросов отношений с промышленными кругами. Инфраструктурными компаниями туризма. Совсем многочисленны структуры, которые могут интересовать нас, но необходимо изменить палитру наших отношений. Мы не можем, я повторюсь, оставаться в рамках и схемах, которые, безусловно, интересны и разнообразны, но которые не приносят той выгоды, которую могут приносить существенные ключевые для нас отношения между двумя странами, между Марокко и Россией. Марокко – это экономика, которая существенно продвинулась вперед. В последнее время мы второй инвестор в Африке. Мы переживаем постоянное развитие в рамках 5% ВВП в год. Мы вносим существенный импульс в развитие этого позитивного роста ВВП. Мы фактор региональной стабильности в Африке. Мы большой хаб, который собирает все инвестиции. Мы двери в Африку, но мы двери в арабский мир. Мы двери в Европу, если смотать с другой стороны. И мы хотели бы разделить эти возможности с нашими партнерами, но с другими уже амбициями и другими уровнями сотрудничества. Я хочу сказать, что мы, как я уже отмечал, полностью разделяем настрой руководства Марокко на углубление нашего стратегического партнерства. У нас целый ряд документов находятся в работе, которые призваны укрепить договорно-правовую базу. Они касаются и задач продвижения и поощрения инвестиций на взаимной основе, совершенствования наших связей в сфере авиасообщения, в сфере защиты интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества, рыболовства, сельское хозяйство, туризм, взаимодействие по линии правоохранительных органов, в том числе по линии аппаратов Советов Безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом. Все это отражает существо договоренностей, которые были достигнуты, и которые мы хотим воплотить в конкретные документы. И в послании Его Величества подтверждается заинтересованность в осуществлении визита в Российскую Федерацию, который увенчался бы подписанием указанных документов. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы эти соглашения состоялись. Будем активно работать с нашими марокканскими друзьями по завершению переговоров по этим документам. И будем при рассмотрении послания Его Величества исходить из хода этой работы и, конечно же, из графиков наших руководителей. Пожалуйста, по-настоящему. Спасибо. Насар Хасан, телеканал «Рашид Тудей». Сергей Викторович, лидер Исламского государства Ирака и Ливанта, публично на днях призывал своих соратников начинать жихать на территории России и Соединенных Штатов Америки. В вашем тоне такого рода заявления мало значения передавали, в том числе объявления халифата на территории Сирии и Ирака. Не считаете ли вы, что мировое сообщество должно принимать более конкретные шаги в борьбе с новыми угрозами? И, с вашим позволением, у меня вопрос к господину министру тоже. Какие шаги принимает Марокко, чтобы огородить свою страну от распространения терроризма в регионе? И как вы относитесь к действиям от исламских государств Ирака и Ливанта? Спасибо. Хочу подчеркнуть, что мы обсуждали эту тему с господином министром. У нас общая позиция. Она заключается в следующем. Сегодня готовность к борьбе с терроризмом без каких-либо двойных стандартов является главным критерием ответственности государств и их способности соответствовать тем высоким требованиям, которые накладывают на всех нас развитие обстановки, прежде всего, на Ближнем Востоке и на Севере Африки. И думаю, что последние события в Ираке показали, сколь опасно делить террористов на хороших и плохих. И показали, что попустительство экстремистам в расчете на достижение каких-то конъюнктурных результатов в конечном итоге оборачивается против интересов тех, кто такую линию проводит. Мы убеждены в необходимости, как я уже сказал, существенно нарастить усилия по всем направлениям и по двусторонним каналам и в рамках многосторонних структур для повышения эффективности борьбы с терроризмом. Это должно быть задачей номер один. Все остальные амбиции, обиды, реальные или мнимые, должны отойти на второй план. Слишком дорого такие обиды стоят с точки зрения поддержания международной безопасности и спасения жизни мирных граждан. Что касается угроз, то мы не впервые говорим о таких угрозах. Это касается и Аль-Каиды, и различных других ситуаций. Это повторяется постоянно. Я хотела бы сказать, что не стоит диаболизировать ни западный мир, ни другие какие-то меры или группы, чтобы давать себе возможность, легитимную возможность бороться с ними. Это сеет только негативные последствия. Результаты говорят сам из-за себя. Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Это серьезная проблема, и поскольку это вопросы проблемы для нас серьезны, мы стараемся отвечать во всей совокупности. Считаю, что сегодня мы осознаем в достаточной мере, что невозможно ограничиться только рамками классического конфликта в регионе или стране. Но исторически такие способы решения вопросов, как решение споров военным путем, мы жили себя. И нельзя оставлять людей на милость с террористом, чтобы они стали зердами терроризма. Как это происходит в Сирии, решение вопросов, как политические ошибки, которые принимаются в решении вопросов, как в Ираке или в Сирии, имеют свои последствия. Сейчас этот регион стал настоящей пороховой бочкой и различные угрозы, которые связаны с этим новым государством, скажем так, в кавычках, который уже берет на себя смелость объявлять халифат, халифат, естественно, против мусульманских стран в своей совокупности, халифат, объединяющий все страны в совокупности, включая их составы приглашенности государства. Это уже о многом говорит в условиях этих угроз, что такое для нас приоритет. Нужно определиться, чему мы отдаем приоритетное обоснование, и это борьба с терроризмом во всех его проявлениях. Для того, чтобы этого добиться, нужно для того, чтобы сделать так, чтобы ответственность государства отвечала вызову, чтобы координация усилий и обмен информацией, чтобы солидарность всех действующих структур, которые борются с этой угрозой, были на уровне и в состоянии ответить этой основополагающей угрозе. Я думаю, что Россия и может, и играет, и будет продолжать играть решающую роль в решении этих сложных вопросов. Это очень важный, как я уже сказал, фактор поддержки стабильности, потому что для того, чтобы добиться стабильности, нужен голос разума. В таких сложных ситуациях нужно руководствоваться, в первую очередь, голосом разума, и Россия поступает именно таким образом. Она действует разумно для того, чтобы примирить действующие лица, сгладить конфликты и объяснить всем действующим лицам необходимость мирного решения вопроса. Для этого нужен не только диалог и наращивание переговорных усилий, но и осознание того, какие риски несет ухудшение ситуации, какие нужно найти возможности бесконфликтного решения вопросов. Я приветствую российскую дипломатию и благодарю ее за те действия, которые она производит с полным пониманием ответственности, передавая нужные сигналы, которые отражают видение сложности существующей реальности и привнося предложения проекта решений, которые направлены на восстановление мира безопасности. Что касается Марокко, мы действуем, и по отношению к событиям Кашира еще не случились, и по отношению к тому, что происходит. Мы стараемся построить общество стабильности и толерантности, и Марокко, который является частью арабского мира, и который тоже прекрасно понимает все риски, которые в 10 лет высказываются в наш адрес. Мы призываем внимание всех участников к тому, что нужно серьезнее относиться к угрозе терроризма, которая является серьезной угрозой безопасности во всем мире. И я это говорю по отношению не только к тем рискам, которые происходят у нас в регионе, но и по всему миру. Все понимают и все отдают себе отчет в том, что Марокко, когда призывала другие государства мира обратить больше внимания на вопросы терроризма, абсолютно правильную позицию занимала. Во-вторых, мы стараемся призывать страны нашего региона структурировать и не понести большую ясность в сотрудничество наших секретных служб по вопросам терроризма. И также, в-третьих, мы сделаем все возможное, чтобы составить силы, которые помогали быть странам стабилизации, если это необходимо. И в-четвертых, мы призываем к умеренности религиозной терпимости и стабильности в интересах мирного населения. Добрый день, Владимир Молчанов, это Артас. У меня вопрос к Сергею Викторовичу. Вчера в Берлине была подписана черная декларация о регулировании на Украине. И это уже не первый документ. Предыдущие, как известно, до конца не были выполнены. И этот вопрос, дает ли западные партнеры сейчас какие-либо гарантии, что этот документ будет выполнен? Спасибо. Я вас поправлю. Предыдущие документы не то, что не до конца были выполнены, они вообще не были выполнены. Это касается и соглашения 21 февраля, которые подписали тогдашние оппозиционеры, которые затем пришли к власти в результате государственного переворота. Потому что первым пунктом этого соглашения было записано формирование правительства национального единства. Вместо этого было сформировано то, что господин Яценюк, отправившись на Майдан, назвал правительством победителей. Вот где начался водораздел. И где был сразу же зафиксирован резкий отход от достигнутых договоренностей. И также не было выполнено женевское заявление от 17 апреля, которое было согласовано министрами иностранных дел России, США, Украины и главой внешнеполитической службы Евросоюза, в котором на первое место поставлено прекращение всякого насилия, чего, соответственно, сделано не было. И также не было сделано того, что там записано в отношении политического процесса. А записано там было о том, что необходимо немедленно начать открытый, подотчетный, всеобъемлющий с участием всех регионов конституционный процесс. Мы, кстати, предложили, после того, как женевское заявление было одобрено, и все его приветствовали, предложили одобрить его в Совете Безопасности, и наши западные партнеры отказались. Так же, как они и отказались слушать наши аргументы о том, что необходимо все-таки соглашение и от 21 февраля тоже уважать. Поэтому, для того, чтобы выполнялась декларация, которая вчера была принята в Берлине, решающую роль, на мой взгляд, должны сыграть западные коллеги, чтобы убедить киевские власти в необходимости следовать тому призыву, который в декларации зафиксирован. Призыв касается задачи скорейшего созова контактной группы для согласования на двусторонней основе устойчивого и продолжительного режима прекращения огня. Именно согласования на двусторонней основе, а не принятия каких-то односторонних мер. Потому что мы часто слышим из Киева заявление, что перемирие, которое объявляется периодически и потом отзывается со стороны руководства Украины, означает, что предоставляется несколько дней для того, чтобы ополченцы или сепаратисты, как они их называют, сложили оружие и уповали на амнистию. Так вот, этот подход неприемлем, он не приведет к долгосрочному урегулированию, он не приведет и к устойчивому прекращению огня. Никто не будет в одностороннем порядке разоружаться под угрозой уничтожения. И этот подход не закреплен во вчерашней декларации. Там записано прямо противоположное, что соглашение о прекращении огня должно быть достигнуто через двусторонние договоренности. И мы выступаем за скорейшее проведение соответствующей встречи. Представители Юго-Востока уже вчера заявили, что они готовы к этому. Дело за нашими западными партнерами, чтобы они убедили представителей киевской власти, которые участвуют в такого рода встречах, оперативно согласовать приемлемое место ее проведения. Место должно быть безопасным и место, конечно же, должно быть на территории Украины. И учитывать то обстоятельство, что лидеры Юго-Востока сейчас находятся в Донецке, в Луганске. Против них ведутся боевые действия, потому что перемирие было прекращено. Для того, чтобы встреча состоялась, нужна какая-то пауза, как минимум. И это зависит, повторю, прежде всего от киевского руководства, от президента Украины. Спасибо. Спасибо большое за участие.